Депутаты Мингорсовета на 13-й сессии утвердили бюджет Минска на 2020 год. Большая часть расходов рассчитана на здравоохранение и образование. Как и ранее, бюджет сохранил социальную направленность. Особенность бюджета будущего года в том, что значительно увеличились финансовые средства из бюджета на капитальный ремонт жилого фонда. Депутатами Горсовета приняты точечные перечни мероприятий и объектов, где каждый житель с помощью своего депутата может знать, когда будет поставлен его дом, жилой дом на капитальный ремонт, когда будет отремонтирована внутридворовая территория, каким образом у нас украсит наш город Мингорсовет и какие дороги мы отремонтируем в первую очередь. Осведомленность жителя происходит различными путями. Прежде всего, это при встрече непосредственно с депутатами Горсовета в трудовых коллективах и по месту жительства. Но вместе с тем, после сессии Городского совета депутата на сайте Мингородсполкома, на страничке Городского совета будут опубликованы для всеобщего обозрения наши решения, где каждый житель вправе посмотреть свой дом, свою улицу, свой двор. Определено и финансирование инвестиционной программы города. Более 700 миллионов рублей направят на реконструкцию и строительство около 400 объектов. Еще 200 миллионов привлекут на строительство метро. Около 30 процентов расходов направлено на финансирование жилищно-коммунальной сферы. К слову, 99 процентов бюджета Минска формируется из собственных доходов, оставшийся процент – поступление республиканского бюджета.